уля-ля дорогие друзья протекшн вот здесь я не привык мафия 2 продолжаем сюжет мы в тюрьме нас посадили в тюрягу потому что мы спалились смотри у него и зубы какие-то китайцы а тут все игры а где а где белые так узко глаза и разве не белые нет или в твоем понимании желтые да ну пусть так будет в общем да просим сразу поставить лайк под видео подписаться на канал youtube показать извините быстрее не могу я простите я не могу тебе нравится придурок кошмар а ты чё там прыгаешь как бебезьяна и я для меня повторять нахрен пошел а ай дурак какая швенга неплохой такой прием бига скотина надеюсь скажу так у нас есть дополнение джимми битраил где мы можем ментам отомстить стоять на месте направо на другое право слушайте кретины я капитан терренс тоун и это моя тюрьма вы попали сюда потому что не умеете жить как нормальные люди на свободе запомните уроды я ваш хозяин делайте что я сказал или очень пожалеете я вам так начну до небес орать будете вас прислали на перевоспитание и будьте уверены мы вас перевоспитаем ладно быдло мы вас пустим с поводка но только чтобы грязь отмыть построились шеренгу и за мной добро пожаловать в салон красоты дамочки будете прям как милашки то ты меня лично стремишь рот закрой лысый ладно поехали ты видишь здесь колеса так не давали же даже двинуться что за хрень но вот мы в тюряге наши герой преобразил стал немножечко подстриженным не понимаю правду зачем чтобы в шее не было она в такой обстановке это или делай как сказано или пожалуйте в катер за мной там какой-то ёлоканы баба ликования чего не все-таки и довольны тюрьма и что тебе руку пожать не хочешь мне руку жать ну и пошел купаны потому что то ли дело ты ухты и смотрю какие полочки интересные если всем правда понимаю как вот этим пользоваться хаус на так я не хочу ты спас соберите отсюда меня чё с полками я думала это типа красивая полочка на самом деле она просто сломана к чертовой а что крыса заспавнилась тут памятница испанницы уйди отсюда нахрен быть говно тебя можно задавить или съесть давай зажарим крыса есть ты что как шрек чуть-чуть нет ну а в чем проблема мясо есть паровозик чуть-чуть мясо есть мясо подписывает телеграм кстати говоря в описании что ты там делаешь вот он мой дом на следующие 10 лет прекрасно выглядел он паскучий так плохо кланяться пулям в европе это круче они ну вообще-то веркой можно умереть три дня спустя я духотворён напялился в стену а потом получил весточку от джо оказывается тут есть некий лео галанты который вроде бы может помочь это было не то место где можно выжить самостоятельно свяжитесь лео галанты спрашивать что ли тип того мне бы поговорить с лео галанты и покажешь где он что-то такой наглая я еще лео галанты оставь меня в покое у всех класса одинаковые я еще лео галанты знаешь где его найти пошел вон дубина спасибо и тебе на добром слове я ищу лео галанты знаешь где его найти сгинь придурок что-то новенькое все-таки недоброжелательные мне бы поговорить с лео галанты не покажешь где он никогда не слышал не послал нас я ищу лео галанты не знаешь где его найти да да старик шахматы играет на радаре отметка есть опа что происходит я ваша база все ваши спит а ты что наш особенный да наверное какой-то заговорщик я тебя знаю ты за решеткой потому что у тебя мозгов нет в такой одежде поначалу нет но теперь мы шевелирки кого-то я помню что единственный кого показали крупным планом товарищ офицер это любопытно небольшое пари пробел сбывай это жестко учитывая что не было такого да ты себе выбей дурачок да что это в любом случае я проиграл и да посиди подумай над своим спасибо вдруг поможет а чё его так не били закрывай он же напал на нас разве нет или всем начихать у нее у меня чуть не прикончил но я заявил о себе и знаете здесь это стоит куда больше чем кажется на первый взгляд на первый взгляд два дня спустя будете дни проходит как долго вы будете его там держать пока они сделают выводы нет это мы изменим он может драться да вроде ребята особо не усердствовали должен быть форме ладно открывайте проснись и поиск а лето к тебе посетитель меня зовут лео галанта ты хотел со мной поговорить да один из ребят климента сказал найти вас сказал вы мне поможете черту климента я не собираюсь защищать его людей но я видел как ты уделал этого у него ты неплох пошли со мной парни внимание это вито он будет нам помогать у пп намечается важный бой с анилом ему нужен с парень партнер судя по тому что я видел во дворе ты подойдешь ты поможешь нам парень а мы тебя будем защищать и кто знает может ты чему-то научишься в процессе сказать нет не вариант правильно я не помню чтобы спрашивал ладно ребята поехали такой интересный персонаж у него седые волосы и четкие брови над контрударами вито попробую ударить пп сверни ему могучую челюсть уходи от удара как я показывал а потом выбери момент и сам нанеси удар давайте парни начинаем обучение не задирай свою будку черт тебе тебе пишут через ударит ты увернешь сразу дальше его я не могу ничего делать увернись я уворачиваюсь помните без защиты не выиграть парни ты когда обернул сбей может стать последним сейчас на бал убить сейчас нам лобить ну вот я нажимаю надо вот так делать смотри окей у нас тут спарринг или тренировка планы изменились здоровяк малыш с огоньком так что теперь оба отрабатывайте контрудары это хороший прием в арсенале а многие вообще не поймут что случилось вот например пеппи хоть он и немногие ухожете недосказанные реплики у вернулась не раз ударила давай еще два раза вот я нажимаю поздно нажимаешь сейчас мы нажимать сейчас нажимать и еще раз раз нажимаю еще раз нажимаю еще раз нажимаю бей поздно нормально отлично быстро учишься сынок ладно ребята я не знаю что это не я ничего не понял дедок ну ты какой то конечно шустрый мой и вообще водички так насколько ты близок к элементе вито если честно никогда его не видел всегда работал с генри томасина и лукой гурина надо же этот глист гурина еще дышит как ты с ними связан ну мы пару раз на них работали и лука сказал что возьмет нас в семью за пять тысяч что вот же сука альберта был подонком подонком остался так это как бы больше чем обычно на пять тысяч больше семью берут не за деньги вито а за то что ты надежен хороший добытчик и вообще разбираешься в жизни в любом случае новости интересные когда это выплывет альберта и луки придется давать объяснение кому боже не забивай голову об этом другой раз ну ладно ссылка в описании всем удачи тебе пока все же сказали в другой раз конечно познакомьте с другими уходить из спортивного зала откуда старик галанты столько знает он выходит так отмет эй как дела как дела вито я селл отлично держался на ринге ага спасибо кстати не хочешь потренироваться не то чтобы я был против но делать мне нечего грушу на воду спроси элла он кирпича просит а да спасибо привет как успехи я вито да я знаю я элл рад знакомству как насчет спарринга почему нет ну а когда ладно пошли только полегче со мной а я же не профи как вы с петой ха вот так ладно займемся продолжай драки драки бей ему лицо ой хорошо ой хорошо сука уворачивается сам прикинь да он уже сляжет давай покажи еще разок давай сильный удар ты бесконечно что любой хочешь продолжить нет ладно уходим отсюда ставит два к одному против нибудь пеппи мне другом я поддержал понял просто животные еще и безмозлое животное так а выйти как-то так это не здесь где-то прямо тут загорожено все по сторонам а вон выходе широкий да может если б ты разул глаза ты видел как я тут иду придурок галанте подлый белый дьявол и вам тоже здрасте мистер ву подлый ты поставил на своего и он продул такие уж порядке в нашей стране тогда ву хочет реванш я могу это устроить ты готов вито китаец да выдайте ему стремянку и вперед ладно будет тебе реванш что за юмор это был этот раз без этих ваших штучек китайцы шустрые мелкие сволочи вначале не старайся его свалить и попадешь ладно что мне тогда делать и быстро измотать его когда он ослабеет и уже не сможет оборачиваться тогда добивай иди и покажи ему что ты умеешь то есть такая тактика типа стратегия а из тебя пончики вывалились что-то мне подсказывает что нет на получай паскуда если что я против расизма просто узкоглазая морда сам спровоцировал дядюшка аэра замолчи пожалуйста реально ой 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 больно его учитель будет не рад и дабы ого два его как почему не бил стиль тигра ага недели спустя также быстро здесь летит время да уж пошли скалета опоздаешь на работу на какую на работу я пришла здесь сидеть не чтоб работу работать придумали еще работать конечно надо но нам же это бабки не платят разве нет им по идее платят эй скалета да иду я иду чего застрял видишь я пополняю запасы воды в организме да иначе не будет записей не будет выпусков как они запоминают куда идти сука привычка кошмар эй слушаю у вито выходной спасибо мистеру галанты ясно губу не раскатывай скалета ладно пошли вито так у меня выходной а куда мы идем тогда следуйте за человеком галанты что-то вроде увидишь прачечная все столбочками стоит конечно антураж не очень приятный доброе утро мистер галанты не тренируемся нет нет нам бросили вызов черномазы но я не хочу рисковать пепе перед большим матчем с онилом так что я хочу поручить это тебе практика не повредит слушай так эээ крысы парень с которым ты будешь драться здоров как бык но туповат сердцем дерется не головой выведи его из себя и тогда вали его ладно поехали не подведи меня эээ смотри сюда я отведу эту белосмешку в школу я его так отделаю что родная мама не узнает ну что такой милый как тролль ведьмаке эээ а этот ханыка только ложки наворачивать у меня мы размазим вашу белую цеплю спасибо можешь по своему платочку размазать ну вито покажи козлу где их место ой хорошо а этот парень победит не раньше чем братан президентом станет ай давай давай хватай его и добей отлично теперь гаси его ну а молодец 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 твоя доля вида ты заработал шухер синий идет а я я прачка я прачка это что групповуха я прачка чего я прачка прачка тетика охранника к вам посетитель эй скалета ты слепой что ли а сестру недели привет фране как дела у меня хорошо очень хорошо спасибо и что нового я должна тебе кое-что сказать я выхожу замуж мадонна здорово всего ничего прошло лучше бы он сначала у меня твоей руки попросил на ул я за тебя рад Вито ты же в тюрьме посмотри на себя как ты дошел до такого так судья мне уже прочитал мораль больше не надо давай давай не будем Вито я на самом деле из-за мамы о чем ты что с ней она больна Вито уже несколько недель болеет и лучше не становится прекрасно так франье иди джо у него остались мои деньги найди самого лучшего врача остаток тоже возьми подарок на свадьбу нет нет серьезно мне они не скоро понадобятся похоже мне пора ты это да уж свидание на 5 секунд а ведь он не смертный даже не пожизненный кошмар пока неделю спустя как она за пару за пару недель нашла себе мужа мужа не парня а мужа сортиры будем сейчас мыть который ей внимание не помогал в печальное время смуты и безденежья ага это все делали мы незаконным путем где она нашла себе парни точнее уже мужа не я не могу понять муж так быстро где он ну да учитывая что мы потом приехали с войны никакого парня и даже не было и начальни куда идем ой ого-го-го в текстуре застряли ну только бы вход один тебе тут не одиноко стоять в темноте ты у нас новая уборчица да О, в тресах. Ты о чем? Чего? Допустим. Тут не помешал бы небольшой ремонт. Ты издеваешься? Ты как бы... Оглох. А как? Написано, шьем, мыть. Так-то лучше, чтоб сверкало. Оно не будет сверкать. Тут так все засано, что просто невозможно. Чтоб оно сверкало. До меня этого никто не сделал. Следовательно, и я не сделаю. Ибо нехрен. Перчаточки бы хоть выдали, а? Все, идеально. Сверкает? Вася, сверкает? Да. Ты бы в такой сходил. Не дай боже... Ах ты! Ты что? У тебя недержание, что ли? Фу, блин. Мерзкий. Иди сам занимайся своей. Посмотрим на лампочку. Эй, а это чего грязный? О, еще раз. А ты смыть за собой не хотел, вонючка? Фу. Да, менты, надзиратели оборзели. Мягко, скажем так, оборзели. Зачем здесь такие высокие потолки? Чтобы обогревать было труднее. Спасибо, спасибо. Ну, такое-то кидань величества. Посмотри, какой. Со спины классно. Неплохо, неплохо. Так. К кому станем? К детку? Не очень хочется. Ну, какие татушки интересные. Ты кто? Рожей не удался. Туда же. Да, в смысле? Я тебе напарника по мытью искала. Что ты встал где-нибудь по воде? А как он, моется чисто водой? Ну, походу, да. Чего застряли, а? Шевелите булками. Слушай, Франки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял? Сходи, похури, что ли, а? Хе-хе-хе, ладно. Развлекайтесь, извращенцы. Не нравится мне это. Ммм, какие шорты. Аааа! Гаа! Где ты их получил? Прости, сласки. Ты очень ошибся, дырка. Что ж у них такие рожи неприятные? Или по-плохому. Выбирай. Давай ты себе кого-нибудь найдешь. У тебя 100% уже будет. Не своих петухов. Ты вообще... Шел бы ты на... Ясно. Значит, по-плохому. Хе-хе-хе. Ты думаешь, что ты... Жиртрест. Мне что-то сделать? Что, охренел, что ли? Как ты вообще... Как ты вообще получил власть делать такие вещи с тем, кто тебе понравился? Ты мне не нравишься. Я не мало. Я, хлопарец-то, боец, а? Конечно, боец. А наше думаешь, откуда шрамы? Дурачок. Вообще не нравится. Убивай его нафиг. И еще раз. Да-да-да-да. Ха-ха-ха. Такое довольное лицо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пропустила серию ударов. Ну, ладно, бывает. Ты какой изворотливый, а? Они все в трусах для цензуры, да, я так понимаю? Наверное, да. А прикинь бы, они без цензуры были. Ходят такие, типа. Ммм, какая. Какой. Ммм, какой. Эй. Эй. Так, так, так. Это что еще такое? Где Фрэнс? Товарищ офицер, на нас напали. Покушение на честь и совесть. Им плевать вообще. Нас уже дважды наказали несправедливо. Дважды. Произвол. Мама умерла, пока Франческа меня навещала. И вместо врача и свадьбы все мои сбережения ушли на похоже. Сколько времени она его навещала? Она что, вот так в один день? Отчего Франческа тянула? Идиотка, блин. Мистер Галланты хочет тебя видеть. Пошли, получилось? Пошли со мной. Рад тебя видеть, сынок. Что стряслось? Ирландцы решили играть грязно. Вчера парочка из них подкараулила Пепе. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно. Но им это с рук не сойдет. Что делать будем? Пепе уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, у Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернется не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно, пошли. Не пуха, парень. К черту. Я тут подожду. Если охрана вернется, я дам знать. Ладно. Тогда вперед. Как славно. Иди сюда, Марио. Слушай ты, Марио. Еще сильнее. Тут тебя охраны. Че разговариваешь? Умничка, Марио. В этот раз я тут. Мне не интересно, что ты в этот раз. Веришь? Нет. Абсолютно плевать. Мабуля колотила больнее. О, хорошо. Это все? Да, 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 да. Я не думаю, что бабуля тебя так колотила. Из чего ты сделан? Малышка, ну же. Постарайся. Киборг. В этот раз я один. Мне абсосмурфно не интересно, что ты там в этот раз. Действительно, пошел в жопу. Так, так, так. Ну вы шрамы мне не нужны. Спасибо. Переверни его. А-а-а. что происходит со звуком на но негодяй получил свою на свою наказу заслуженная никто не узнал чая это работа лео пальцы так что меня перевели к нему в камеру скорее уж номер люкс с каждой минутой жизнь налаживалась на витал что ты будешь делать когда выберешься из этой дыры я не знаю одно скажу точно не буду работать на клименте да уж лучше тебе забыть про этого старого ублюдка поверь мне альберта большая паскуда и того адвоката он нанял только за тем чтобы ты его не слил но не бойся он свое получит брать в семью за деньги как тебе предложили это не по правилам ему придется дать объяснение кому я думал клименты босс видимо ты вообще не представляешь как все устроено видишь ли в empire bay не одна семья их три каждая контролирует свою территорию существует система правил если возникают разногласия то боссы всех семей встречаются чтобы разобраться это комиссии круто мне что делать у меня тоже проблема нет 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 ничего подобного ты молод умен и доказал что умеешь молчать такие парни всем нужны ни одному клименты да но я даже не знаю кто есть кроме него кроме клименты есть еще два босса один карло фальконе второй фрэнк винчи карло молод и честолюбие псих он двинутый он из молодых а вот дон винчи человек чести уважает старые законы вы их знаете можно и так сказать я канцелярия фрэнка винчи а ты думал любой старичок все это может да кстати вито я выйду через пару месяцев и тогда мы постараемся немного изменить твой приговор пепе иди попробуй глава седьмая памяти франческо потенция ну наверное уже следующей серии сейчас она это самое или прям сразу ничего себе галанта не соврал он устроил так что я вышел на свободу пораньше почти что на четыре года то есть он все равно отсидел шесть лет он навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли но выйдя из ворот я оказался просто в новом мире плейли ссылки описание ставьте уж лайки подписывайся уж на канал всем удачи уж всем уж пока уж пока пока